Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! Поздняя весна уже почти и не весна вовсе, а самое настоящее лето. Город, давно одетый в зеленую листву, привык к новым краскам и уже перестал замечать, как листья на деревьях стали больше, трава зеленее, а солнце ярче. Разве только случайный прохладный ветер иногда напоминает, что полноценное лето еще не вступило в свои права. Но на это мало кто в городе обращает внимание. Редкие белые облака бегут по голубому небу, как будто стараясь опередить друг друга. Но у них, у облаков, все строго. Каждая проплывает четко по очереди, даже если ветер, то и дело их подгоняет. Поздняя весна скромно уходит. Под натиском грядущего самого теплого сезона ей уже нечем удивить город. Саранск до краев насытившиеся погожими днями ждет большего, ждет лето. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с вами начнем очень длительную тему отношений матери и дочери. Одна из важных и любимых тем в моей программе авторской. Тема меры материнской любви, качества любви и особенностей влияния отношений матери на судьбу дочери, ну и в принципе своих детей. Мать занимает в коллективном нашем сознательном очень важное место. И к матери предъявляют особые требования. С матерью связывают что-то очень такое святое, безусловную любовь. Мать дает жизнь, она дает питание, она дает энергию для жизни своему ребенку. Начиная с момента зачатия, мать под своим сердцем носит дитя, и потому ее контакт с ребенком, он очень глубокий, очень прочный. На его основе формируется вся психика ребенка. Мама дает первую оценку первым шагам, первым звукам, первой улыбке, первым словам и всем тем успехам или поражениям, с которыми ребенок сталкивается в своей жизни. В отношениях с девочкой отношение о влиянии матери, оно особенное, потому что мать и дочь относятся к одному полу. И образ мамы формирует идентичность в женском образе дочери. И тот пример, который мама создает у своего ребенка, у своей дочки, как она проявляется, как она относится к себе, как она заботится о себе, как она коммуницирует со своим любимым мужчиной или с детьми, или с родителями, или с друзьями, как она реализована в социуме, как она относится к жизни. Все это закладывает очень такую прочную основу в понимании, что такое быть женщиной. Конечно, для женщины ее идентичность, она немного сложнее формируется, чем у мужчины. Там многоступенчатое ее развитие, но тем не менее, вот этот женский материнский образ, он является центральным, он является ключевым в образе женщины и ее отношении к жизни. Очень часто задают вопрос, как определить меру материнской любви в отношениях со своими детьми, со своей дочерью. И как измерить ту заботу, ту степень заботы, которую необходимо проявлять. Потому что и гиперопека, и отсутствие опеки, и заботы, контроля родительского и материнского, оно негативно сказывается на качестве связей ребенка, девушки, женщины с окружающим миром. Итак, мы говорили о мере. И от матери ждут именно проявления безусловной любви. И что же такое безусловная любовь? Чем она отличается от отцовской любви, условной? Конечно, это в первую очередь включенность. Включенность и эмоциональная подпитка, эмоциональная отдача своему ребенку. Включенность – это значит присутствие, эмоциональное присутствие в том, что происходит с ребенком. Часто, что накладывает такой травматический отпечаток на становление психики ребенка, является то, что мама может быть перегружена домашними делами, или ей необходимо совмещать маленького ребенка и еще, допустим, подработку, или ее включенность в жизнь своей родительской семьи, или какие-то конфликты, которые возникают у нее с мужем. Все это выключает маму из контакта, потому что эмоционально она перегружена. И ребенок в этот момент остается эмоционально голодным, неудовлетворенным. И это формирует в нем определенную такую неуверенность, неустойчивость. Его потребность в материнском тепле и в материнской любви становится чрезмерной, ненасыщенной. И, конечно, он потом будет ее искать, добирать где-то в окружающем мире. Напитанность вот этой вот включенностью, она дает ребенку прочное понимание, что он есть, что его любят, что он важен, что он ценен. И потому материнская оценка, как я уже говорила, она даже в большей степени играет, влияет на психику, на самооценку человека больше, чем отцовская. И поэтому от матери ждут не оценочную любовь, а некую такую безоценочную. То есть это значит не критиковать, а принимать, разбирать какие-то действия, которые совершает ребенок, а не то, что называют его плохим или негодным, непослушным, неудобным. Вот в этом отличается условное и безусловное. И, как я уже сказала, конечно, эмоциональное участие. Это значит не просто автоматическое присутствие в игре, в том, чем ребенок занимается, а именно включенность, игра с ним, либо включенность в то, что происходит уже во взрослой жизни ребенка, подростка, девушки, юноши. Включенность – это значит проявлять интерес, это значит общаться, это значит давать свое понимание, свое мнение, но не наставить и не навязывать свои собственные ожидания от ребенка на его судьбу, на становление его судьбы, на выбор профессии или на выбор друзей, или на выбор партнеров. То есть давать понимание, что ребенок – это ценный, и что он имеет право иметь любое свое мнение, которое может быть родителям проконтролировано и скорректировано, но не навязано. Извечный вопрос. Считать или не считать калории в момент похудания? С одной стороны, когда мы считаем, это какое-то видимое число. А мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы снизить массу тела, надо снизить как раз конкретное число. С одной стороны, это проще, потому что в нашей голове выстраивается какой-то порядок цифр, для того, чтобы мы, видимо, ощутили то, что нужно снизить. Но подсчет калорий, к сожалению, не так прост, как кажется. Да, на каждой упаковке, каждого продукта высчитаны уже и без нас, калораж его. А также КБЖУ, то есть количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в данных продуктах. Но, к сожалению, высчитать индивидуальные особенности данного продукта, особенно если этот продукт не имеет формовочной упаковки, достаточно сложно. Достаточно сложно посчитать калорийность сложных блюд, то есть блюда, которые приготовлены из не одного продукта, а из нескольких. Особенно, когда эти продукты бросаются в кучу, а они полностью высчитываются в объемах, в граммовках. То есть сосчитать истинный объем и калорийность данного продукта достаточно проблематично. Соответственно, из тех готовых блюд, которые мы получаем и высчитываем при помощи математических формул, достаточно сложно получить то истинное число, которое получается. Поэтому, если вы надумали снизить массу тела и посчитать калории, лучше обратиться к специалисту, а не просто к интернет-программам. Потому что зачастую интернет-программы высчитывают среднее количество по среднему продукту, к среднему возрасту, к среднему полу, к среднему человеку, не имеющему, как правило, хронические заболевания, не имеющие такие состояния, как беременность, кормление, грудное вскармливание. А эти особенности всегда учитываются у людей при снижении массы тела. Поэтому мой совет таков. Если вы самостоятельно решили снизить массу тела, лучше воспользуйтесь другими методами. Например, методом правильной тарелки или объемом продуктов по количеству пальцев, ладони и руки. Все данные методы используются и в интернет-ресурсах, и в книгах для похудания. А также вы можете их узнать при консультации личной, у врачей-диетологов, нутрициологов, а также у врача-терапевта. Это будет более оптимальным методом снижения массы тела, нежели подсчет калорий, который будет достаточно сложен, будет загромождать ваш головной мозг от ненужных подсчетов. Будьте здоровы и снижайте свою массу тела правильно. Буквально на днях в Саранске на перекрестке проспекта Ленина и улицах Коммунистической появился новый вид разметки. Ее называют вафельница. Она выглядит как сетка с диагональными линиями, обозначенными границами желтого цвета. Применяется такая разметка на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Какие правила регулирует вафельная разметка, что это значит и как она работает? Она популярна в больших городах. В 2015 году появилась в Москве с 2017-го и в других городах-миллионниках. До столицы Мордовии вафельная разметка дошла только в 2023-м. Это объяснимо, ведь движение здесь не такое интенсивное, как в мегаполисах. Однако с годами количество машин увеличивается, и потребность появилась и у Саранска. Этот перекресток находится в самом центре. Здесь всегда большой поток машин и очень часто создаются заторы. Некоторые водители пытаются проскочить на желтый, сигнал светофора оказываются на перекрестке на красный и блокируют проезд для поперечного движения. Из-за этого перекресток сложно проехать другим автомобилем. Вафельную разметку нанесли как раз для того, чтобы избегать пробки на этом участке. Останавливаться на ней нельзя, поэтому водители выезжают на вафельницу, зная, что точно смогут продолжить движение по перекрестку. Когда загорается красный, на перекрестке никого нет, поперечный поток спокойно его пересекает. Такая разметка выполняет две функции. Показывает водителю участок, который он обязан проехать без остановки. Выделяет это пространство для камер, чтобы они автоматически снимали на нем нарушителей. Остановиться на вафельнице можно в одном случае – при повороте, чтобы пропустить машины из встречного потока. Если водитель стоит на участке, где нанесена разметка больше пяти секунд, нарушение зафиксирует камера. Впоследствии автовладельца оштрафуют на тысячу рублей. Это для города нововведение, и поэтому не все автолюбители еще в курсе. Поэтому возникают недопонимания, какие маневры совершать или не совершать. Но со временем, когда это станет более привычно, такая разметка поспособствует благоприятной ситуации на дороге. Еще одно новое правило для водителей столицы Мордовии. На большевистскую центральную рынку нанесли двойную сплошную. Теперь здесь разрешено движение в обе стороны, а не как раньше в одну. Кроме этого, здесь можно было припарковать машину, но теперь знаки это запрещают. Однако многие к этому еще не привыкли. Продолжают ставить машины вдоль дороги прямо под запрещающими знаками и ездить по правилам одностороннего движения, попадая при этом навстречку. Таким образом, из-за запрета парковки количество парковочных мест сократилось. Это не совсем удобно из-за того, что здесь расположен рынок и множество торговых точек, которые посещают горожане. Однако появилась другая возможность двигаться в двух направлениях. Это облегчает жизнь автомобилистам, так как данный участок дороги не нужно объезжать и искать альтернативные пути перемещения. Как прокачать внешность за месяц и возможно ли это? 30 дней – достаточный срок, чтобы стать привлекательнее. Ловите инструкцию, которая поможет хорошо выглядеть, еще лучше себя чувствовать и не потратить на все это много денег. Во-первых, наладьте режим сна. Привычка ложиться далеко за полночь и спать от силы 5-6 часов не лучшим образом сказывается на внешности, не говоря уж о здоровье. Ради эксперимента попробуйте месяц ложиться пораньше, чтобы на сон приходилось минимум 7 часов. Не пользуйтесь смартфоном или планшетом поздним вечером. Привыкли на сон грядущие листать ленту соцсетей? От этой традиции придется отказаться. Синий свет подавляет выработку мелатонина, в итоге сбивается ритм сна и бодрствования. Недостаток сна плохо влияет на здоровье в целом. Ухудшается память, снижается внимание, иммунная система перестает работать на полную. Так что за пару часов до сна убирайте смартфон с глаз долой. Купите беруши и маску для сна. Чтобы хорошо выспаться, нужен покой. Беруши и маска спасут вас от громогласных соседей и от солнца, который мешает спать по утрам. Запишитесь в фитнес-клуб. Обрести завидную мускулатуру за месяц, конечно, не получится. А вот привести мышцы в тонус – вполне посильная задача. Так что гантели в руки и вперед. Для тех, кого не прельщает тренажерный зал, есть йога, пилатес и масса других вариантов. Главное – двигаться. Если боитесь купить абонемент на год, а потом не найти сил на спорт и потерять деньги, выберите зал с помесячной оплатой. Следите за осанкой. Тут стоит действовать сразу по всем фронтам. В тренажерном зале делайте упражнения, укрепляющие мышцы спины и кора. И не забывайте про растежку перед силовой тренировкой. На работе отрегулируйте сидение своего стула так, чтобы угол между бедром и голенью в положении сидя составлял 90 градусов. Верхний край монитора должен находиться на уровне ваших глаз. Каждый час делайте небольшие перерывы, чтобы размять тело. Заведите привычку постоянно следить, прямо ли вы держите спину. Если совсем не в моготу, купите корректор осанки. Гаджет, который отучит сутулиться. Больше ходите пешком. Старайтесь проходить по 10 тысяч шагов каждый день. Это полезно для здоровья. Это самый доступный способ поддерживать себя в форме, ведь он не требует никаких затрат. Если позволяет погода, гуляйте хотя бы полчаса перед сном. И попробуйте не пользоваться лифтом. Какая-никакая, а физическая нагрузка. Сделайте маникюр. Ухоженные руки красивы сами по себе. Так что от мастера требуется просто придать ногтям аккуратную форму и разобраться с кутикулой и заусенцами. И да, к мужчинам этот совет тоже относится. Обновите стрижку. Или сделайте то, о которой давно мечтали, но все же не решались. Стрижка – это, пожалуй, самый простой способ изменить внешность. Выбирайте мастера по отзывам и не экономьте. Поэкспериментируйте с цветом волос. С окрашиванием в один тон вполне можно справиться и в домашних условиях. Поменьше трогайте лицо руками. Особенно, если у вас и без того периодически появляются высыпания. Постоянное ощупывание лица грязными руками только усугубляет ситуацию. Постарайтесь обращать на это внимание и контролируйте свои привычки. Купите новый парфюм. Меняем образ, меняем аромат. Вуаля, и вы совсем другой человек. Разберите шкаф. Смело выбрасывайте те вещи, что малы или велики вам. Безнадежно испорчены или попросту морально устарели. Разберитесь с питанием. Одним махом изменить пищевые привычки сложно. Так что начинайте с малого. Первым делом исключить из рациона все копченое, жареное, на большом количестве масла и сладости. Речь о постепенном изменении подхода к потреблению пищи. Навсегда, а не на несколько недель. Завтракайте каждое утро. Поели утром, до обеда не будет соблазна съесть шоколадку. Носите на работу обеды. Тут все просто. Если у вас с собой есть еда, значит нет риска, что вы пропустите обед или вместо нормальной пищи ограничитесь пирожком и конфетами. Идеальный вариант перекуса – что-нибудь белковое, мясо или рыба и гарнир из круп. Устройте себе хотя бы один день без забот. Человека, который изрядно утомился, видно сразу. Жертвуя цейнота не поможет ни маникюр, ни новая прическа. Нужен отдых, причем не на родном диване, а качественный. Сходите в спа-салон, можно даже выделить целый день на бьюти-процедуры – от стрижки до маникюра. Почувствуйте себя человеком, а не машиной для работы или ведения домашнего хозяйства. Поверьте, на внешности это отразится лучшим образом. Редактор субтитров А.Семкин